Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Техеоном. Десятое место. Намеки Техеона. Просто Ким Техеон, который первым делом всегда говорит о своем Чангуке, нереальный, невероятно романтичный, безумно любящий Ким Техеон. Я обожаю его. Ким Техеон сказал, что рано утром у него был разговор с Чангуком. Звонок и планирует пойти к нему домой завтра. И Чангук сделает ему макбуксу. Техеон сказал, что уже пробовал макбуксу листьев перила Чангука дважды, и теперь он буквально в его списке пяти любимых блюд. Девятое место. Намеки Чангука. Чангук не так давно, месяц назад, выкладывал любимые блюда Техеона, да еще и на приметных тарелочках из сервиза Техеона. Восьмое место. Чангук имеет привилегии в отношении Техеона, именно как его партнер. Тот факт, что Чангук подошел к Хасоку и попросил его освободить место, чтобы сесть рядом с Техеоном, и Хасок просто послушно встал и ушел. А теперь скажите мне, что это не бойфренд, а с материал, ибо этот момент очень открыто указывает на то, что Чангук имеет привилегии в отношении Техеона, именно как его партнер. Потому что, если бы Чангук был для Техеона просто другом, как остальные, Хасок просто мог бы сказать ему сесть на другое место, но понимая то, что как пара, они хотели бы сидеть вместе, он просто освободил законное место Чангука. А потом эти два влюбленных друг в друга человека сидели и миловались друг с другом. И все это с учетом того, что Хасок вообще сел туда раньше, чем пришел Техеон. Техеон в аэропорту показал танец из тиктока на Night Dancer, который Чангук пел и танцевал на своем прямом эфире. Возникает вопрос, может, все-таки Техеон был среди комментаторов, но сказал молчи. Кто еще сомневается, что Техеон не знает, чем занят Чангук или наоборот? Только Техеон более смелый. Шестое место. Такая мгновенная реакция Техеона Дорогого стоит всегда на защите Чангука. Но это всегда работает и в обратную сторону. Пятое место. Техеон так влюблен. Новый ракурс того самого момента, но еще более разрушительный. Просто посмотрите на улыбку Техеона. Он влюблен. Убейте меня. 4 место. На диване полно места, но они не знают, что такое личное пространство. Места же на диване совсем нет, можно еще поближе сесть. Вы думали это клей? Нет, это любовь. Третье место. Особый язык любви. Любовь – это когда Чангук ждет Техеона снаружи самолета, хотя сам дрожит от холода, а потом вовсе тащит его на своей спине. Второе место. Смелость Техеона. В аэропорт Ниццы Техеон надел куртку, надпись на которой переводится как «Йоги – мультяшный медведь». Мишка Йоги является прототипом бейсболиста Йоги Бира, который славится своими цитатами, например, «Половина лжи, которую они говорят обо мне – неправда». «Я знал, что сяду не на тот поезд, поэтому решил покинуть платформу раньше, я умнее среднестатистического медведя». Йоги Бира также подавал в суд за клевету. Также ранее Техеон уже появлялся на публике в одежде, носящей определенный смысл после происшествия интересных ситуаций. Наш гений, как всегда, заткнул всех за пояс, даже не раскрыв рта. Мега хорош. Субтитры создавал DimaTorzok Первое место. Чангук практически произносит имя Техеона на трансляции. Чангук, мы знаем, что ты скучаешь по Техеону, и он тоже скучает. Вот что происходит, когда все твои мысли о только одном человеке. Чангук, мы знаем, что ты скучаешь по Техеону, и он тоже скучаешь по Техеону, и он тоже скучаешь по Техеону. Но даже не профессионал, это не отношения к Техеону. «С forgetlar» Субтитры подогнал «Симон»